Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Наконец-таки снимаю видео, давно я не появлялась. Дело в том, что мы дружненько всей семьёй заболели. Причём заболели в этот раз довольно-таки сильно. У меня даже голос пропадал, и вот буквально пару-тройку дней, как он появился, и поэтому могу наконец-таки снять видео-распаковка. Ко мне пришла посылочка с сайта рандеву, абсолютно небольшая, уже, наверное, как полторы недели стоит. Конечно, я всё очень хотела распаковать и протестировать, но удержалась. Единственное, что я её заранее распаковала, просто достала воздушный пакет, чтобы в кадре не шуметь. У меня здесь заказ состоял из одного, такого, можно сказать, основного полноразмерного аромата, в который я просто влюбилась. Я его несколько раз тестировала в магазине, и это была любовь с первого вдоха. Это новинка 2023 года. Я девчонкам, в принципе, в телеграм-канале уже показывала этот аромат, и говорила о том, что я его очень сильно хочу. И поэтому, можно сказать, это такой подарочек себе самой к Новому году. Здесь у меня также будут отливанты форматом 8 мл, очень удобный формат. И, кстати, я в этом году ввела учёт покупок ароматов. Я писала в заметке, когда ко мне приходила какая-то новинка. Я всё это записывала для того, чтобы в конце года снять такое полноценное, масштабное, итоговое видео всех ароматов, которые я приобрела за 2023 год. И вы знаете, когда отметка перешагнула более 150 флаконов, я на самом деле ужаснулась, потому что я думала, что в 2022 году я очень много ароматов приобрела. Я тоже снимала видео. Но нет, в этом году я переплюнула сама свой рекорд. Я приобрела большее количество ароматов. И, знаете, единственный плюс в том, что у меня практически не осталось хотелок. То есть в 2024 году из моих хотелок, которые у меня остались, наверное, 5-6 флаконов – это максимум. Остальные ароматы, ну это так, знаете, ну можно приобрести, почему бы нет, если будет хорошая скидка. Вот единственный момент, который меня радует, что практически я приобрела все свои долгожданные хотелки в 2023 году. И в 2024 у меня, конечно, в этом плане будут ограниченные покупки. Если я и буду что-то приобретать, то, скорее всего, всё-таки, наверное, от Леванте. От Леванте 8 мл. Очень удобный формат. Во-первых, можно познакомиться с огромным количеством ароматов, то есть разнообразное количество всего купить и пользоваться. А во-вторых, это не бьёт по карману. Это доступно по цене, и можно даже какие-то нишевые ароматы покупать. С учётом моей коллекции мне такого формата 8 литров хватит очень-очень надолго. В общем, немножечко мы с вами заговорились. Давайте уже ближе к делу. Будем сейчас всё распаковывать, смотреть, что я тут заказала. И начать я хочу именно с подарков, которые мне в этот раз положили, потому что в этот раз мне положили пробник аромата. Я буквально в прошлом видео говорила о том, что почему-то давно не клали пробники ароматов, и вот мои пожелания были услышаны. Кстати, я хочу вам также напомнить о том, что на сайте Рандеву у меня есть именной промокод, который называется 10верун. Он вам даст скидочку 10% на сайте Рандеву. Суммируется он абсолютно со всеми скидками и акциями, и действовать будет при покупке от 2,5 тысяч рублей. То есть вы просто в корзину добавляете товар на сумму 2,5 тысячи рублей, вбиваете промокод 10верун, и тогда сработает скидочка 10%. Я, кстати, не знаю, будет ли действовать промокод в следующем году, в 2024. Если да, то, конечно, я вам об этом сообщу. В общем, по поводу аромата. Это какой-то неизвестный мне бренд. Я так понимаю, что это какой-то новый бренд. Называется сам аромат фрут-наркотик. Я, кстати, не удержалась и его протестировала. Вот единственное, что из этой посылки я протестировала, это вот этот пробник аромата. И знаете что? Вот сразу, когда я его нанесла, я поняла, что он понравится тем, кто любит кирки. Потому что здесь много сочных фруктов. Здесь много-много насыщенного мускуса. Я, к сожалению, такой мускус не люблю. Мне сложно именно слышать на себе такой мускус. У меня может разболеться голова. То есть, это абсолютно не мое направление парфюмерия. Но для тех, кто любит кирки вот в таком направлении именно фруктово-мускусных ароматов, то, возможно, вам понравится и этот аромат. Я обязательно вставлю, как выглядит полноразмерный флакон. Подпишу название. Но я думаю, что сейчас многим будут класть в посылочку, именно в подарок, пробник этого парфюма. Поэтому будет возможность с ним познакомиться поближе. И также пробник моего любимого биомикропилинга. Очень он мне нравится. Я им постоянно пользуюсь. И благо, что до сих пор кладут этот биомикропилинг в подарок. Дальше, мои хорошие, мы будем с вами распаковывать отливанты. Я заказала тоже несколько ароматов в отливантах. Я думаю, что я даже сниму отдельное видео по поводу них. Потому что их здесь, по-моему, 5 штук. И какие-то ароматы я очень хорошо знаю. С какими-то и мне только предстоит познакомиться. Но, конечно, я хочу их получше разносить. Получше протестировать все. И потом сниму обязательно отдельное видео. Но давайте мы с вами сейчас посмотрим, что я тут заказала. В общем, отливант аромата очень бюджетного. Это Йоджи Ямамоте. И аромат называется Unravel 0714. Вообще, я решила поближе познакомиться с брендом Йоджи Ямамоте. Потому что мне понравился очень один аромат. Такой в черном флаконе, длинное название, который с табаком. И бренд-то бюджетный. Ароматы интересные. Такого даже больше нишевого направления. Именно нишевого звучания. Я подумала, почему бы не познакомиться с другими ароматами. Потому что я совершенно не знаю этот бренд. Поэтому аромат Unravel 0714 я буду обязательно тестировать. Я, конечно, сейчас, наверное, все-таки его на блотер нанесу. Просто, чтобы первое впечатление. Но отзывы очень хорошие. Очень хорошие. Ну, сразу слышно, что это очень нежный аромат. Пудровый. Сразу слышу ирис. Ой, какой приятный. Пудровый, цветочный. Немного цитрусовый, свежий. Я люблю такие ароматы. Знаете, что-то есть схожее с ароматом молекула 1 плюс ирис. Здесь ирис также звучит, как в том аромате. Слушайте, какой приятный аромат. Вот я считаю, что звучит он дороже своей стоимости. Это 100%. Да, вот по первому впечатлению, мне он напомнил молекула 1 плюс ирис. И еще мне он напомнил также аромат Montal. Не помню, как точно называется он. Он тоже на тему ириса. Вот такого пудрового звучания. Супер. Аромат классный. Буду обязательно его разнашивать, получше с ним знакомиться. Потом вам более подробно о нем расскажу. Но по первому впечатлению, я уже понимаю, что хочу флакон. Следующее, что мне попадается, это аромат в отливанте от Montal, Rendezvous et Milan. Я уже говорила о том, что хочу приобрести как раз-таки себе данный аромат вот в таком небольшом формате. Потому что, во-первых, это очень стойко. Это шлейфово. И я не уверена, конечно, что сношу огромный флакон. Потому что я почему-то на данный момент не видела в продаже формата 20 миллилитров. Я бы приобрела двадцатку, да. Но пока мне будет достаточно вот этого. Я буквально, кстати, вчера наносила этот аромат на себя. Он у меня есть в пробнике. Я практически его весь сносила. Мы ездили на новогоднюю фотосъемку, фотосессию. И я была в аромате Rendezvous et Milan. Во-первых, я получила комплимент от фотографа. А во-вторых, я поняла, что он действительно очень стойкий и шлейфовый. Потому что, когда я вчера его на себя наносила, я наносила также, соответственно, и на волосы. И утром, когда я сегодня проснулась, я распустила, в общем-то, хвост. И первым делом я услышала шлейф аромата Rendezvous et Milan. И вот сейчас даже я сижу, снимаю видео. И все-таки до меня доносится шлейф данного аромата. Очень красивый. Он интересный. И для меня все-таки это нетипичный манталь. Потому что я здесь не слышу насыщенного громкого мускуса. Красивый. Здесь есть и зеленые такие свежие пряные ноты. И я уже говорила о том, что слышу в нем мультифруктовый сок. Как будто бы огромное количество фруктов перемешали между собой. И сок этих фруктов объединился. Хотя я ни от кого не слышала таких отзывов, что слышат здесь огромное количество фруктов. Они не то чтобы выпирают, они на подпельвке. В основном здесь, конечно, и роза. Здесь и свежие такие зеленые пряные ноты. Немного-немного мускуса. И все это подкрепляется огромным количеством карамели. Вот карамель здесь, конечно, лидирует. Потому что аромат, безусловно, сладкий. Но при этом он не приторно сладкий, скажем так. Но вот заявленные ноты кофе я в нем абсолютно не слышу. Вот вообще мне кофе не положили. Кто-то в нем слышит обжаренный кофе. Но это редкий случай. В основном многие пишут о том, что кофе тоже, как и я, не слышат. В общем, аромат классный. Мне он нравится. Поэтому пока что мне будет достаточно такого формата. Буду снимать уже отдельный ролик. О нем более подробно расскажу. Хотя я снимала уже видео. Следующий аромат, который я заказала также в Отливанте. Ох, это просто девочки тоже была моя любовь. Буквально с первого вдоха. Я тоже девочкам в телеграм-канале говорила о том, что этот аромат мне очень сильно понравился. Потому что я его тестировала в офлайн-магазине. Единожды. К сожалению, единожды. И не помню то ли с кожи, то ли с блотера. Но это даже абсолютно не важно. Потому что я в него влюбилась. Это аромат Каял Алмаз. Какая же это красота. Я сейчас, наверное, даже не буду его распылять. Потому что мне жалко. Мне жалко его сейчас распылять. Здесь всего лишь 8 мл. Конечно, флакон дорогой. Сейчас цена на него выросла. И я не уверена, что я смогу позволить себе купить полноразмерный флакон. Но если я этот отливан сношу просто залпом. И потом пойму, что мне этого мало. Я хочу еще. То, возможно, даже придется поднакопить денежки. И приобрести полноразмерный флакон. Потому что аромат меня зацепил. Реально зацепил. Конечно, я его еще обязательно разношу получше. Но по памяти я помню, что при затесте я в нем очень хорошо слышала черную смородину. Которая давала аромату одновременно изрывных таких сочных нот. Но и тем не менее кислинки. Вот именно такой ягодной кислинки. При этом в нем, безусловно, есть мускус. Я не скажу, что здесь мускус нейтральный. Но я не скажу, что здесь мускус супер такой зубодробительный. Как, например, аромате кирки. Или вот в этом аромате, который пришел в подарок в пробнике. Нет. Но при этом он довольно-таки ощутим. Нужно тестировать. Абсолютно не нужно его приобретать слепой. Потому что для кого-то здесь мускус покажется навязчивым. Но, как по мне, здесь все просто идеально. Вот это сочетание и соотношение кислинки черной смородины. Здесь и цветочный блок тоже, безусловно, прослеживается. И мягкий мускус. Очень мне нравится этот аромат. Я не буду его сейчас распылять. Обязательно разношу все-таки получше дома. Потом более подробно вам о нем расскажу. Следующий аромат, который я приобрела в Этливанте, это Versace. Как он называется? Пурфам Дайлан Пёрпул. У меня есть классическая версия Дайлан. Такой синий флакон. А это такой именно малиновый красивый флакончик. Я помню, что как-то давным-давно я его тестировала. Данный аромат в магазине. Мне он очень понравился. Помню, что это какая-то такая фруктовая, взрывная, позитивная история. И я в нем очень хорошо слышала Амбраксан. И в нем Амбраксан действительно заявлен. Ну, это суперпозитивный аромат. Именно хорошего настроения. Фруктовый, цветочный, молекулярный. Да. Вот при первом затесте сейчас мне он сразу же напомнил Ланван Моден Принцесс. Вот в этом направлении таких девочковых, позитивных, задорных ароматов. Да. Фруктовая 100% история. Цветы, они позади. То есть в первую очередь я в нем слышу сочные взрывные фрукты. Скорее всего здесь груша. Потом цветочный блок и на такой древесно-абраксановые подложки. Очень красивый аромат. Но это, знаете, вот как я уже сказала, такой, можно сказать, аромат на каждый день, на теплое время года. Просто аромат хорошего настроения. Не знаю, как он будет в плане стойкости, потому что версия просто классическая в синем флаконе. Я не скажу, что очень стойкий какой-то был бы. Посмотрим, как этот себя поведет. И пятый от Levant аромата, с которым я тоже решила познакомиться. Ну и в принципе аромат очень дорогой, поэтому больший размер я себе не смогу позволить. Это аромат от Kilia Rolling in Love. Слышала много положительных отзывов. У меня даже, кстати, нет его в каком-либо аналоге. Поэтому буду пользоваться оригиналом. В таком небольшом формате, я думаю, мне хватит. Я надеюсь, что здесь хорошая стойкость. Напишите, пожалуйста, у кого есть этот аромат, как он по стойкости. Ой. На старте слышу цитрусы и сливочные как будто бы белые цветы. Но я не скажу, что у него какой-то супер насыщенный старт. Пока, на мой взгляд, это довольно-таки такой нежный, женственный парфюм. Потому что я слышала о том, что он какой-то очень-очень сладкий, очень пудровый. Нет, красивое такое кремовое, сливочное, бело-цветочное звучание. Мне нравится. Мне нравится, но пока я не могу сказать, что этот аромат должен бы стоить тех денег, которые он стоит. Посмотрим. Буду разнашивать на коже. Конечно, с учетом того, что сейчас я его тестирую все-таки именно с бумаги, с блотера. Но и даже с бумаги мне он безумно сильно нравится. Я уже понимаю, что это красота. Это красота, девочки. Ой, ну что тут говорить. Очень красивый аромат. Обязательно буду еще тестировать с кожи. Чем удобны эти форматы от Левантов 8 мл? Тем, что я никогда в жизни бы не смогла себе позволить купить полноразмерный флакон аромата Килиан. Но тут мне вот такого объема 8 литров будет достаточно. И по карману не бьет. Понятное дело, что это не стоит все-таки, конечно, 2 копейки. Аромат нишевый. Но, тем не менее, такого количества с учетом большой коллекции хватит надолго. Причем вот этот аромат даже, кстати, от Йоджи Ямамото стоит вообще что-то там меньше 400 рублей. Вот именно формат 8 мл. Очень удобный. Хватит надолго. И можно разные ароматы попробовать. То есть не обязательно там только нишевый аромат брать. Хотя, почему бы нет, да? Допустим, нет возможности приобрести, как мне, полноразмерный флакон. А хочется. А вот хочется аромат. То по карману приобрести себе вот такой формат 8 мл. И, мои хорошие, переходим к полноразмерному аромату. В моем заказе, как я уже и говорила, это тот аромат, в который я влюбилась буквально с первого вдоха. Я девочкам, конечно, в телеграм-канале его показывала, говорила о том, что мне он очень сильно понравился. Это, в общем-то, Dolce & Gabbana Devotion. 50 мл объем. Новинка 23-го года. Я считаю, что очень интересная новинка. Конечно, отзывы противоречивые. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то писал, что это очень-очень простой аромат. Но я с этим не согласна. Я с этим не согласна, потому что аромат, на мой взгляд, потрясающий. И особенно для тех, кто любит сладкие ванильные ароматы. Давайте будем распаковывать. Не знаю, но мне кажется, в принципе, он может подойти в качестве аромата в новогоднюю ночь. Я, конечно, его еще протестирую на коже и пойму, хочу ли я в нем встретить Новый год или нет. У меня, потому что есть перспективы на Linter D от Givenchy. Я думаю о том, что, возможно, в нем я буду встречать Новый год. Либо в аромате молекул 1 плюс мандарин. Мне кажется, тоже он хорошо подойдет, потому что мандаринки, все такое. В общем-то, флакон здесь, конечно, лаконичный одновременно. Но при этом вот эта изюминка в виде металлического сердечка. Просто потрясающее оформление флакона и содержимое внутри. Вот здесь все подстать и соответствует. В общем, флакон, я думаю, что многие его видели. Ой, красота, боже. Мне даже не верится. Я, конечно же, сейчас его хочу распылить. У меня, правда, блотеры закончились, поэтому я уже тут себе бумажки нарвала. Так. Самодельные блотеры. Ну что ж, давайте будем распылять. Хотя, в принципе, плюс-минус, я помню, как он звучит. Я его пару раз тестировала в магазине. Ой, какое мелкодисперсное распыление. На старте очень хорошо слышится засахаренный лимончик. Слышала о том, что его многие сравнивают с Лира от Ксирджов. Но, честно говоря, для меня это абсолютно два разных аромата. Да, это, скорее всего, все-таки одно направление. И у них схож старт. Именно цитрусово-лимонный такой старт. Но потом они уходят в разные стороны. Все-таки для меня они не схожи. Это два разных аромата. И вот этот не заменит Ксирджов Лира. И, соответственно, тот аромат не заменит данный. В общем, на старте это засахаренный лимон. Очень взрывной, кисленький, немножко терпкий засахаренный лимон. Вот как заявлено в пирамиде, вот так я и слышу. Представляется именно лимон, порезанный на дольки. Причем с цедрой. И вот эти дольки лимона обильно присыпали сахаром. Потом, буквально через считанные минуты, вступают, конечно, в раскрытие ваниль. Ваниль такая сливочная. Ваниль гурманская, мягкая, теплая, очень уютная. Потом, в процессе, опять же, раскрытия присоединяется ваниль. И все это на ванильной базе. То есть здесь для меня тройная доза ванили. Это для меня не совсем, конечно, такая вот кондитерская ваниль, как из пакетика. Но это все-таки гурманская ваниль. Именно гурманская сливочная ваниль, которая, как я уже сказала, окутывает и очень согревает. Это безумно приятный аромат. Кстати, тоже хочу отметить, я, когда этот аромат тестировала в магазине, наносила, соответственно, на кожу. И в базе, именно на моей коже, я слышала, как будто бы амброксан. Вот глубоко-глубоко в базе именно амброксан. Вот есть та самая какая-то сексуальная, притягательная, манящая нота амброксана. Я амброксан очень в парфюмерии люблю. Я об этом уже много раз говорила. И в аромате Devotion в базе на моей коже как будто бы раскрывается амброксан. Очень красивый. Конечно, здесь, вроде бы, казалось, нет ничего такого. Ну, ваниль, да, там, ну, цитрусовый такой, взрывной, лимонный старт. Но при этом они так красиво здесь делали ваниль. Я не люблю просто ванильные ароматы. Но здесь все удачно, на мой взгляд. Обязательно стоит протестировать, обязательно стоит познакомиться с этим ароматом, если вы еще с ним, опять же, не знакомы. Я вам от души рекомендую. На мой взгляд, это интересная новинка 23-го года у Брэда Dolce & Gabbana. И на моей коже, кстати, он достаточно стойкий, потому что тоже слышала несколько отзывов о том, что аромат абсолютно не стойкий, слетает буквально за пару часов. Я с этим не согласна. Он достаточно стойкий. Конечно, возможно, он не супер будет какой-то шлейфовый. Но при этом я на себе его слышала, и мне этого достаточно. Потому что, конечно, в первую очередь ароматы я ношу для себя, а не для кого-то. Конечно, хотелось бы, чтобы был и шлейф, и чтобы люди отмечали, и комплиментили. Но при этом, в первую очередь, мне важно, чтобы я лично от себя слышала аромат. В общем, потрясающая новинка у бренда Dolce & Gabbana, Devotion. Я не знаю, кстати, есть ли у них сейчас на сайте рандеву вот такие отливанты по 8 мл на этот аромат. Как-то я не обращала внимания, потому что я знала целенаправленно, что мне не нужен никакой отливант, мне нужен именно полноразмерный флакон. Ну, я в ближайшее время буду снимать, наверное, про зимний аромат, такую небольшую подборочку. Ну, как небольшую, у меня на данный момент собралось 50 флаконов. Конечно, это много, буду немножечко уменьшать количество, иначе видео просто получится бесконечно. И в эту подборку зимних ароматов обязательно добавлю Devotion. Обязательно, потому что он зимой будет прекрасно раскрываться, и, на мой взгляд, он подойдет хорошо и на начало весны, когда холодно, и осенью, соответственно, потому что для меня он является согревающим, окутывающим ароматом. Потрясающе, конечно. Ой, красота во флаконе. На этом у меня все. Вот такая небольшая распаковочка. Самая-самая последняя, заключительная распаковка в 23-м году. Не знаю, что нам принесет 24-й год, какие цены, какие парфюмерные новинки на рынке выйдут, посмотрим. Но, как я уже сказала, у меня сейчас очень мало хотелок. Но вот единственное, что мало хотелок, а где блоттер с Йоджи Ямамото, который мне очень понравился. Вот я уже захотела сразу сходу полноразмер этого аромата. Где он у меня? Он Ревел 0714, который, да, вот Йоджи Ямамото я хочу все-таки полноразмер. Но я обязательно его еще разношу на коже. Но он бюджетный, поэтому подкупает это. А так, как я уже сказала, у меня хотелок совершенно мало осталось. И в 24-м году постараюсь ограничить приобретение ароматов, потому что чересчур много, не успеваю всем пользоваться. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно не забудьте меня поддержать и поставить пальчик вверх. Я вам буду за это очень-очень благодарна. Ну что ж, пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok